Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конструктивный диалог. Как жильцы одной из многоэтажек Самары нашли подходящую для себя форму управления домом? Город накрыла магнитная буря. Она продлится до 3 апреля. Как сохранить хорошее самочувствие метеозависимым самарцам? Самара получит дополнительные средства из вышестоящих бюджетов. Они поступят несколькими траншами в течение трех лет и будут направлены на решение социальных вопросов. Каких именно, расскажем в нашем сюжете. Бюджет Самары получит дополнительные средства. Изменения в главный финансовый документ города обсудили сегодня на заседании Думы городского округа Самары с участием главы Самары Елены Лапушкиной. В текущем году из вышестоящих бюджетов поступит 7 миллиардов 79 миллионов рублей. В 23-м – 8 миллиардов 116 миллионов. В 2024-м – 8 миллиардов 239 миллионов рублей. Средства будут направлены на решение социальных вопросов. Конечно, это в основном социальная направленность. Это ремонт наших детских садов, это ремонт восстановления дорог, это содержание дорог, что сейчас становится актуальным в рамках проведения Мечника. И другие виды работы, но тоже касающиеся жизнеобеспечения нашего города. Зима в этом году выдалась капризной. Сильные морозы внезапно сменяла оттепель. Как результат, дороги пришли в ненормативное состояние. Поэтому свыше 700 миллионов рублей из выделенных средств будут направлены на содержание дорог. Это не только ремонт, но и установка дополнительных дорожных знаков, мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», оборудование лежачих полицейских, установка дополнительных светофоров. Кроме того, средства будут направлены на организацию образовательного процесса, на капитальные ремонты и оснащение учреждений дошкольного образования, на их обустройство для детей с ограниченными возможностями здоровья. Средства мы получили на капитальный ремонт двух детских садов. Понимаете, что каждое вновь созданное место, это предоставление для ребенка, и вот 228 мест таких в ходе выполнения работы мы получаем. Отрадно, что программа по инициативе губернатора Дмитрия Азарова по капитальному ремонту пищеблоков начинает действовать. Она рассчитана не на один год, но уже в этот год мы получаем, тоже в рамках софинансирования, с областью 85 миллионов. Чтобы для нас было понятно, на эти только деньги мы 25 пищеблоков, 25 школ приведем в состояние, это фактически как выстроены заново. Деньги направят не только на проведение ремонта в школьных столовых, но и на замену всего технологического оборудования. Кроме того, на выделенные из вышестоящих бюджетов средства в этом году в 156 школах будут организованы лагеря летнего пребывания. Виктория Шарая, Константин Головин, События. 1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству. О том, насколько город к нему готов и какие работы по уборке Самары будут проведены в апреле, говорили на заседании Думы городского округа Самары с участием главы города Елены Лапушкиной. Подробности далее. 1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству. В городе пройдет 4 средника и 3 субботника. В них примут участие не только городские коммунальные службы, но и работники предприятий Самары. Студенты вузов и СУЗов, управляющие компанией и ТСЖ. Весь необходимый для уборки инвентарь готов. Для приведения города в порядок после зимы будет привлечена дополнительная техника. Об этом говорили на заседании Думы городского округа Самары с участием главы города Елены Лапушкиной. И, конечно, виды работ будут зависеть в том числе от погоды. Мы понимаем, что первая неделя – это в основном выращение снега, потом это подбор вытывшего мусора, подметание, помывка улиц, восстановление малых архитектурных форм, восстановление вскрытий, которые оборудованы на время зимнего периода, озеленение, восстановление наших ограждений, которые пострадали у нас зимой, это очистка наших столбов, опора освещения, опора ТТУ, посадка новых деревьев, посадка цветов и многое-многое другое. Без внимания не останется ни одна улица, ни один двор. Также приведут в порядок скверы, парки, набережную, уборка речных берегов под особым контролем. Важно провести сбор мусора до наступления паводка, чтобы он не попал в воду. К большому сожалению, сегодня в Волгу довели такое состояние, что у нас программа по спасению. И здесь мы проводим мероприятия высокотехнологичные, высокозатратные. Это и по очистке той воды, которую мы забираем, в дальнейшем найдет пить, как питьевая. То есть снижение хлорирования, попадание хлора. Дальше это вопрос ионизации и многого другого. И самое главное, это мы достигли высоких технологий по очистке. То есть по большому счету, если брать ту воду, которую мы берем с Волги, и ту, которая от нас выходит, она в разы становится чище. Вдоль Волги расположены 11 регионов, 3 республики. Важно провести расчистку берегов одновременно, совместными усилиями. Для этого самарские депутаты координируют действия с коллегами из других регионов. Особое внимание во время уборки города, это традиционное место проведения Парада Победы 9 мая, а также фестивали «Российская студенческая весна», который в этом году пройдет в Самаре. В этом месте очистить город от последствий зимы помогут молодые парламентарии. В целом все эти мероприятия приводят наш шикарный город в еще более эстетический вид. А в этом году у нас еще и такое крупное мероприятие, как «Всероссийская студенческая весна», «Юбилейная студенческая весна», когда к нам приедет множество гостей. Мы хотим, чтобы город к этому был, конечно же, готов. Сейчас идет переоборудование городской уборочной техники с зимнего содержания на летнее. Смотр пройдет 21 апреля. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В этом году парки, скверы, бульвары и улицы города украсят полтора миллиона цветов. В Самаре продолжается реализация муниципальной программы «Цветущий город». Общая площадь цветников, которую планируют засадить, превысит 38 тысяч квадратных метров. Цветы для этого в теплицах одного из муниципальных предприятий начали выращивать с начала зимы. О том, как преобразится город уже в следующем месяце, расскажет Михаил Ермоленко. Выращивать такое количество цветов – долгий и кропотливый процесс. Рассказывает агроном Ирина Филимонова. Для нее это не просто растения. Женщина ласково называет их своими детьми. Все начинается с посадки семечка еще в декабре. После всхода за каждым растением ухаживают, обязательно делают пикировку, подкармливают и поливают. Вся эта масштабная работа для того, чтобы город по-настоящему расцвел и заиграл новыми, яркими после зимы красками. У нас растут пеларгонии геронизональные, бегонии. В этом году бегонии будет где-то около 42 тысяч. Она посажена в городе. Она хорошо держит фигуру, когда делают клумбы. Красная, белая, розовая и темнолистная. Но она выносит городские условия, поэтому ее решили больше сажать. Миллионы не только алых роз, но и петуний. Уже к концу апреля эти красавицы украсят парки и скверы Самары. А к 15 мая город полностью превратится в цветущий сад. Счет действительно идет на миллионы. В рамках муниципальной программы «Цветущий город» высадят миллион четыреста тысяч цветов разных видов и сортов. И это только однолетники. К ним добавят 20 тысяч многолетних растений. Совсем скоро первыми на площади свыше двух тысяч квадратных метров должны зацвести тюльпаны, которые высаживали в Самаре в прошлом году. А осенью этого вдобавок планируют высадить 120 тысяч новых луковиц. Среди них будут не классические темные расцветки, которые самарцы еще не видели. Помимо обычных клумб в городе выставят мобильные вертикальные конструкции. Всего их около тысячи штук с учетом 112 новых, которые специально закупили к весне. В той же исторической части есть дефицит свободных территорий для посадки именно клумб наземных. Почему у нас и стало в последнее время очень активно внедряться мобильное вертикальное озеленение. Мобильная конструкция устанавливается может и на асфальте, и те же кашпо вдоль улично-дорожной сети. И позволяет проводить точное оформление тех районов города, где невозможно сделать клумбы непосредственно уже традиционным способом. Общая площадь цветников в этом году составит более 38 тысяч квадратных метров. Клумбы начнут появляться сначала на туристических маршрутах. В первых числах мая будут украшать места проведения юбилейной российской студенческой весны. Высадят около 7 тысяч квадратных метров цветников. Специально к этому событию специалисты разработали шесть новых ландшафтных конструкций, на которых будут размещены логотипы студвесны. Это арт-объекты в виде лавочек, на которых можно будет посидеть и, конечно же, сфотографироваться. Специалисты профильного предприятия заверили, Все растения адаптированы к городской среде и климату и будут долго радовать своим видом самарцев и гостей города. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В администрации Самары прошло очередное заседание антитеррористической комиссии. В нем приняли участие правоохранители, представители профильных ведомств, главы внутригородских районов. Одним из главных вопросов заседания стало обеспечение антитеррористической защищенности социальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры. Обсудили безопасность скверов и парков Самары. Профилактическая работа реализуется и в школах областного центра. Проводятся обучающие семинары, тренинги, родительские собрания, на которых в доступной форме объясняется ответственность за совершение противоправных действий. И разрабатываются необходимые меры профилактики правонарушений среди подростков. Работа идет в детских оздоровительных учреждениях и учреждениях культуры. За сутки в Самарской области зафиксировали 338 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 375 030. Такие данные в четверг 31 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1246 человек. Все с начала пандемии из больниц выписали 358 521 человека. Спад заболеваемости – не повод забывать о прививках и мерах безопасности. По-прежнему в зоне риска старшее поколение. Пожилые люди, особенно с хроническими болезнями, тяжелее переносят инфекцию и чаще сталкиваются с неприятными последствиями болезни. Самым надежным методом защиты до сих пор остается вакцинация. Об этом напоминают и соцработники, которые разъясняют подопечным правила прохождения процедуры. Подробности в нашем сюжете. Татьяна Александровна Хлудчина всю жизнь работала инженером, а сейчас на пенсии – ветеран труда. В свои 80 с небольшим ведет активный образ жизни. До пандемии часто путешествовала. Первую прививку от коронавируса сделала в июне прошлого года. Этой зимой ревакцинировалась. Чтобы не заболеть, лучше сделать прививку, потому что в моем возрасте с моими хроническими болезнями мне именно сама болезнь навредила бы очень сильно, были бы последствия нехорошие. И поэтому я только, исходя из этого, я сделала прививку и всем своим друзьям и родственникам советовала. Поддержала Татьяну Александровну в решении привиться и социальный работник Наталья. Она помогает пенсионерке с продуктами, коммунальными платежами, лекарствами, а также добрым словом. Наталья Корсун работает в соцслужбе больше пяти лет. Профессия предполагает тесное общение с пожилыми людьми, самой уязвимой группой населения, поскольку COVID-19 сильнее всего поражает старшее поколение. Поэтому прививка не только забота о своем здоровье, но и о здоровье своих подопечных, а их на обслуживании у Натальи 12 человек. Социальные работники привиты сами и регулярно рассказывают о важности вакцинации пожилым. У меня практически все сделали прививки, за редким исключением у кого в тяжелой форме сахарный диабет, это медотвод официальный, а остальные все привиты. И ревакцинацию все прошли, и, конечно, мы предупреждаем наших подопечных, чтобы все равно быть осторожнее. Но они у меня смелые, они все привиты, и они могут посещать общественные места. Вакцинация сегодня единственный действенный способ предотвратить тяжелую болезнь и выработать коллективный иммунитет, способный остановить дальнейшее распространение инфекции. Напомним, что 4 апреля в области пройдет единый день вакцинации. В Самаре помимо стационарных пунктов в поликлиниках привиться можно будет в пункте на базе областной библиотеки на проспекте Ленина. Пожилые люди при необходимости могут вызвать прививочную бригаду на дом, обратившись в поликлинику. Светлана Кудрявцева, События. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн проверил корпус Самарского педагогического университета на улице Пушкина после проведения там капитального ремонта. Парламентарий участвовал в получении вузом федеральной финансовой поддержки. Следующей в очереди на реставрацию корпус на улице Максима Горького. Ремонт там планируют начать уже в этом году. Подробнее узнала Мария Левина. Новые окна, ливневка, свежие аудитории и санузлы. Корпус педагогического университета на улице Пушкина после капремонта проинспектировал депутат Госдумы России Александр Хинштейн. Вуз благодаря поддержке парламентария получил федеральное финансирование на ремонт. Здание приятно преобразилось и снаружи, и изнутри. Самая главная проблема, которая есть сегодня по нашему педагогическому университету, по его материальной базе, это основной учебный корпус, который расположен на Максима Горького. Тем не менее, средства в бюджете сейчас зарезервированы, и мы ждем, что к июню этого года проектные предложения будут сформированы. Хотим не просто отреставрировать этот замечательный памятник, так называемый дом-сундук, но и сделать всю прилегающую территорию местом для отдыха не только студентов, преподавателей, но и жителей, потому что это самый центр города. Прежде чем получить финансирование на реставрацию корпуса на Максима Горького, нужно предоставить Министерству просвещения проектную документацию. Ее должны подготовить в регионе. Обещают закончить этим летом. Я думаю, что в этом году мы начнем. Конечно, такой большой крупный объект невозможно закончить за полгода, но к 23-му году, к учебному, к началу 23-го года, я надеюсь, что здание будет завершена его реконструкцией. После экскурсии по отреставрированному корпусу Александр Хинштейн встретился со студентами и преподавательским составом. Мария Левина, Максим Гусев, События. Жительница дома по улице Краснодонской, 10, поделилась положительным опытом, как у Совета многоквартирного дома, в котором она является председателем, налажен конструктивный диалог с управляющей организацией. Подробности в сюжете Елены Чернявской. Многоквартирный 27-этажный жилой дом по улице Краснодонская, 10, построен и введен в эксплуатацию в 2017 году и находится в управлении жилищного кооператива. Проживает здесь полторы тысячи жителей. Жители все сплоченные, дружные, живем коллективно. Есть общие интересы, общие взгляды. Проводим различные массовые мероприятия, то масленицу, такой праздник, Новый год, детские праздники. Председатель жилищного кооператива говорит, что очень многое зависит от старших по домам. В этом доме активные жители. Им не безразлично, что происходит, всегда находят взаимопонимание. Когда жильцы определяют, что нужно отремонтировать в первую очередь, они всегда советуются. В нашем доме были сделаны реконструкции подъездов. Были инициированы жителями, так как были входные группы маленькие от застройщиков. Переговоры вели несколько месяцев, застройщик услышал нас. И нам сделали полноценную новую входную группу без вложения от жителей ни рубля. Сами жители работы мастеров довольны на 100%. Они постарались на совесть. Сделали все качественно и оперативно. Выложили напольную плитку, покрасили в яркие цвета стены, установили новые тамбурные двери и почтовые ящики. И светильники в холле стало уютнее и просторнее. По-моему, сделали достаточно хорошо. Здесь полы были очень скользкие, полностью все заменили. Стены заменились, стало просторно. Красота. В общем-то, мне нравится. Безусловно, управлять таким домом непросто. По словам управляющей домом Ольги Каштановой, главное в работе любой обслуживающей компании – наличие команды, ее способность совершенствоваться и адаптироваться к изменяющимся условиям работы. Образцовой компанию делают люди, которые в ней работают. Это и есть главный источник успеха. Мы-то контактируем не с квадратными метрами, не, собственно, с квартирами, а именно с жителями. И от них идет уже и сходит и общение, и пожелания. У нас в обслуживающей компании есть аварийно-диспетчерская служба, которая работает круглосуточно. И, пожалуйста, каждый житель, если у него там возникает какая-то аварийная ситуация, там засор, протечка, залитие, он звонит в эту аварийно-диспетчерскую службу, приходит дежурный слесарь или электрик, кому нужно, или, допустим, с пожарной автоматикой какие-то вопросы. Все службы работают и взаимодействуют своевременно. Ну, имея, естественно, днем и ночью звонки круглосуточно. Сейчас жители выступили с инициативой установить на входных группах умные домофоны. По их словам, это дополнительный уровень безопасности, в том числе и сохранность общедомового имущества. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Компания «Энергосбыт плюс» провела клиентские дни в офисах обслуживания в Самаре. Клиенты смогли пообщаться с руководителями подразделений энергокомпании. Эта акция традиционно привлекает внимание тех горожан, кто имеет задолженность по оплате за тепло. Подробнее в нашем сюжете. Решить сложный вопрос, связанный с оплатой за тепло. Понять, как происходит расчет и начисление. А также узнать, как выгодно оплачивать отопление. Все это можно сделать напрямую с руководителями подразделений Самарского филиала «Энергосбыт плюс». Прямо в офисе обслуживания клиентов. Такова суть акции, которую регулярно проводит ресурсоснабжающая организация. У нас на первой линии участвуют руководители, сотрудники, которые работают у нас в офисе, и которые непосредственно формируют методологию какую-то. И когда они получают обратную связь от клиентов, они лучше понимают вопросы клиента, что хочет клиент, то есть потребности, надобности и то, что необходимо донести. Ну и, соответственно, корректируют под эту работу всех наших офисов и клиентского обслуживания. Клиентам напомнили также про акцию «Весна тают пени». По ее условиям, если оплатить долг за тепло до 31 мая, то все начисленные пени за просрочку компания спишет. Андрей Горгулинко, Николай Епифанов. События. Автокресло или штраф. Использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей требуют правила дорожного движения. Однако не все родители об этом помнят или просто надеются, что нарушения останутся незамеченными. Как водители перевозят в машинах детей, в очередной раз проверили сотрудники госавтоинспекции. С ними в рейд отправилась Елена Чернявская. Анна Малыхина – водитель со стажем. И она на личном примере показывает, что нужно пристегнуться не только самой, но и позаботиться о безопасности пассажиров. С раннего возраста приучает своего ребенка соблюдать правила дорожного движения. Это в целях безопасности обязательное правило для всех, я считаю, родителей, которые ответственно относятся к своим детям. А я сама пристегиваюсь и, естественно, пристегиваю своего ребенка. Конечно. И подаю тем самым пример. Однако не все так ответственно подходят к поездке, говорят сотрудники госавтоинспекции. Некоторые водители не осознают, что нарушение правил перевозки детей представляет реальную угрозу их жизни и здоровью. Наличие детского кресла в автомобиле жизненно необходимо. Ежедневно выявляются такие нарушения. Чаще всего в утреннее время, когда родители везут своих детей непосредственно в детские сады, школы. Чаще всего пытаются сослаться на то, что ребенок неспокойный, не может сидеть на месте. Но это уже обязанность родителей, потому что мы в ответе за своих детей. Поэтому снисхождение и предупреждение здесь не бывает. Чтобы ребенку было комфортно, необходимо правильно подобрать детское удерживающее устройство в соответствии с ростом и весом. Для ребенка должно стать неизменным правило – поездка в машине должна быть только в автокресле. За нарушение предусмотрен штраф – 3000 рублей. На дороге может случиться все, что угодно. Безопасность ребенка – это самое главное для родителей. Сотрудники госавтоинспекции Самары продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Их основная цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. В Самаре до 3 апреля продолжатся магнитные бури. Метеопатам в такие дни рекомендуется внимательно относиться к своему организму. Может сильно разболеться голова. Часто в дни магнитных бурь люди жалуются на разбитость, усталость, апатию, повышенную нервозность, изменение артериального давления. Специалисты советуют отложить важные дела, чаще отдыхать, правильно питаться, отказаться от фастфуда, кофе, энергетиков, крепкого чая и алкоголя. Сохранять умеренную физическую активность, гулять перед сном, пить травяные чаи и настойку валерьяны и пустырника. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС» – обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов в сфере физкультуры и спорта, сообщает телеграм-канал администрации «Самары Вести» с Дворянской. Размер гранта определят на основании предоставленных соискателям документов, которые подтверждают поднесенные затраты, связанные с разработкой проекта. Но сумма не должна превышать 250 тысяч рублей. Для участия в конкурсе необходимо подать документы до 25 июня. Специалисты Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Красноглинского района «Самара» провели совещание с судебными приставами-исполнителями и обсудили актуальные вопросы работы с родителями, лишенными родительских прав и имеющих долги по уплате алиментов на детей, переданных в замещающие семьи, сообщает телеграм-канал профильного департамента. Самарская публичная библиотека приглашает жителей принять участие в создании музейной экспозиции «Городское собрание». Экспонатами станут фотографии, документы, предметы быта и семейные реликвии самарцев. Это возможность рассказать историю города через историю своей семьи. После выставки все экспонаты вернут владельцам. «Городское собрание» – проект победитель грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив, пишет телеграм-канал Департамента культуры и молодежной политики. Телеграм-канал Администрации железнодорожного района рассказывает о музее боевой славы «Они защищали Москву», который располагается в Самарской школе номер 116 имени Героя Советского Союза Панфилова. Основателем музея стал бывший командир 23-й панфиловской дивизии Андрей Яковлевич Попов. В музее и на уроках традиционно продолжается сохранение памяти о тех, кто отстоял Москву. А официальный телеграм-канал «Самара ГИС» преодолел новый рубеж. Количество подписчиков в заключительный день марта превысило 2000 человек. Именно здесь можно узнать все новости Самары в один клик, по пути на работу или в обеденный перерыв. Также для наших подписчиков доступны астропрогнозы и списки улиц, где по ночам активнее всего работают автомобильные эвакуаторы. Спасибо, что остаетесь с нами. На этом выпуск подошел к концу. Все наши новости можно читать не только в Телеграме, но и на официальном сайте «Самара ГИС», в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. Выпуски новостей можно увидеть на каналах в Ютьюбе и Рутьюбе. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!